Накануне наша съемочная группа отправилась в рейд сотрудниками полиции. О том, чем живет город ночью и что происходит на улицах Ноябрьска, выясняла Ксения Епишева. Ей слово. На стройплощадке вовсю резвилась ребятня. На стройке детям не игрушки. Сюда идите. При виде телекамеры несовершеннолетние хулиганы попытались спрятаться. Однако убежать от полицейских им не удалось. Теперь их доставят родителям и проведут профилактическую беседу. А вот этот мужчина телекамера абсолютно не боится. Мало того, охотно делится бедой. Оказывается, он просто с ног сбился в поисках супруги. С женой, говорит, отдыхал в развлекательном заведении. Теперь она пропала. А супруг, между прочим, переживает и негодует. Эту дверь ему никто не открывает. Да я жену потерял и не могу найти. И никто не открывает, и ничего. Тайну пропажи возлюбленной раскрыли полицейские. Оказалось, мужчина просто не там ее искал. Вы отдыхали в кафе, тут нет кафе, мужчина. Вот так все оказывается просто. Мужчина ошибся с Данем и пытался жену отыскать в соседнем торговом центре. В машину присядем. Сейчас найдем мы вашу супругу. И еще одна семейная драма. Женщина пожаловалась сотрудникам полиции на бывшего мужа. Его, как выяснилось, недавно освободили из мест не столь отдаленных. Теперь она с ужасом ожидает его возвращения. Но я его боюсь, потому что он все время, все это время, хоть там телефоны нельзя, он все время названивал и пытался приехать сюда. Правда, роль полицейских в этой семейной неурядице оказалась неясна ни самим полицейским, ни, судя по всему, заявительнице. Она, как могла, пыталась объяснить суть проблемы. Однако все сводилось к тому, что женщина задавала сотрудникам правоохранительных органов все больше вопросов. Нет, зачем. То ли он действительно в судьбу, то с какой целью. Меня потом на самолете отправят в Самару. Кто это его, за какие деньги, в честь чего. Если человек с наркотиками был связан, может, ему кто-нибудь задание уже там выдал, и он там что-нибудь... А он такой предприниматель, ему лишь бы на чем деньги сделать. Полицейские поясняют, помочь в этой ситуации не могут. Мужчина ничего не нарушал. А в дела семейные на данном этапе, скорее всего, должны вмешиваться психологи. Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города.